Сегодня свой профессиональный праздник отмечают медицинские сёстры. К этой дате в республике приурочили немало мероприятий. В Чебоксарском медицинском колледже прошёл региональный форум. Тему продолжит Дмитрий Ковалёв. У постели сестра, не взремнёт до утра, Век усталых не смешит, добрый ангел надежды. Их труду посвящают гимны и песни, а за преданность делу вручают медали Даша Севастопольская. Почётную награду, названную в честь героини Крымской войны, сегодня получила и медсестра городской клинической больницы. В сфере здравоохранения 35 лет. Я свою трудовую деятельность начинала в Нижний Новгород, Горьковский автозавод. Я работала в реанимационном отделении санитарочкой. К своей работе отношусь очень внимательно, деликатно. Выдвинуть нижнюю челюсть. Выдвинуть вверх. И приоткрыть рот. Будущих медсестёр готовят в стенах этого колледжа. Классы оснащены не хуже больниц. На первом курсе студенты изучают азы оказания помощи пострадавшим. В симуляционном центре с помощью манекенов для медиков инсценируют экстренные случаи. Недавно здесь начали обучать и сестринскому делу в косметологии. Специальность называют перспективной. Мы несколько лет назад взяли на себя ответственность профессиональных косметологов с медицинским образованием. Мы их выпустили больше 40 человек. Имея знания, навыки, способности на рынке труда, вы будете миллионерами. Если правильно всё будете делать. Сейчас в республике трудится более 12 тысяч медсестёр. Глава республики отметил, что именно от их профессионализма зависит качество работы больниц. Я не хочу ущемлять профессиональные качества любого доктора, любого хирурга. Но без вас они же тоже как без рук. Так ведь? Любая операция, любое обслуживание пациента, больного человека без вас вообще не обходится. Это с одной стороны. С другой стороны, вы все работаете по скользящему графику. Вы не можете позволить себе постоянно выходные, праздничные дни отдыхать. Поддержка медработников для правительства республики – приоритетная задача. На развитие отрасли в бюджете региона заложены немалые средства. Продолжится строительство новых ФАПов и поликлиник. Постепенно решается проблема дефицита кадров. С этого года помогать медикам будет и региональная метрополия. Мы недавно подписали в Чувашской епархии соглашение о взаимном сотрудничестве. Мы сегодня с вами знаем, что есть вопросы по уходу. И сегодня, конечно, вот это соглашение нам поможет вместе решать те цели и задачи, которые сегодня перед нами ставит глава Чувашской республики. От программы модернизации медицины ожидают большого эффекта. Главная цель масштабной работы – здоровая нация. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика.